Народные мотивы, которые юные потомки чистокровных литовцев в России могли никогда и не слышать. Прибалтийский колорит в Барнаул привнесла Карельская община. Ее представители приехали на Алтай, чтобы отметить юбилей Литовского объединения. Отец у меня военный. Он познакомился с мамой в Вильнюсе, когда учился в академии. Когда приезжали к бабушке на каникулы, начало полу лета у бабушки в Вильнюсе, полу лета в Белоруссии в деревне. Сочинение, как я провел лето, писалось на трех языках. Ну и учителя были в шоке, потому что появлялись совершенно неизвестные слова. Раз в пару лет Виталий приезжает в Литву встретиться с родственниками. А вот Зинаида Васильева из Петрозаводска, литовка по отцу, ездит туда в составе диаспоры. Это мой любимый жемотийский костюм, потому что я сама из жемотии. Я очень люблю эти костюмы. Он очень насыщенный. У него в основном преобладает красный цвет. Много юбок. Цвет костюма, кстати, зависит от уезда Литовской республики. Ближе к Пруссии цвета заметно темнели. Но неизменными оставались детали, завитки и орнаменты. На Алтае, где проживает меньше трех сотен литовцев, тоже воссоздают национальные платья. А сегодня сравнивают менталитеты и характеры. У русских, у женщин, у них стать сразу, а у этих какое-то спокойствие и умиротворение. Я не знаю, чего, но у меня вот такое ощущение. О таком ощущении говорили многие. Один взгляд у участников фестиваля и на непростые сейчас отношения между Россией и Литвой. Говорят, какой бы ни была геополитика, простые люди хотят дружить, а не враждовать. Эту мысль подчеркнул и посол Литвы в России Этвидас Байрунос. В музее был и вот только сейчас в библиотеке тоже начали говорить про обмен презентациями книг. Очень важно как-то эти стены, которые, к сожалению, из-за, ну не знаю, дистанции политических разногласий начинают между нами образовываться, как раз надо их разрушать, стереотипы и стены. Я плохо говорю на литовском, только учу. И мне очень сложно выучить, потому что русская речь везде. Я начинаю говорить по-литовски, мне говорят, не мучайся, давай, нам тоже надо вспомнить русский язык. Не верьте, приезжайте и сами смотрите, и сами убеждайтесь в том, что люди хотят общаться, люди нормальные, и россияне, и литовцы, и они хотят дружить. Дружить и предлагают потомкам литовцев в России и Казахстане. Познакомить их друг с другом – еще одна цель фестиваля на Алтае. Продлится он до 27 сентября. За это время участники посетят мемориальные места, посвященные репрессированным литовцам, обсудят выход семейной книги потомков. Последние говорят, важно помнить уроки истории, чтобы строить добрососедское будущее. Анастасия Дороган, Данила Захаров, День с толком.